Встреча с премьер-министром Параллельно оператор продолжает модернизировать свою сеть, для чего в прошлом году увеличил размеры инвестиций. Уже сегодня в сети оператора 7 миллионов смартфонов, которые сразу же смогут работать в 3G-сети после ее запуска. Мы увеличили наши инвестиции в преддверии от 3G. Мы были уверены, что мы получили лицензию, поэтому подготовку ввели заранее. И на этом слайде вы видите, что мы на четверть увеличили инвестиции по сравнению с предыдущим годом. Можно ли оценивать ситуацию с сетью Киевстара, что она полностью готова к 3G, то есть там осталось какие-то там небольшие ввести на программу. Когда она будет запущена и перспективы ближайшие, какие первые услуги появятся в этой сети? Смотрите, когда она будет запущена, не скажу, это наша коммерческая тайна. Могу сказать, что первый город, где она будет запущена, это Киев, но это, наверное, понятно и так. Насколько она полностью, не полностью готова? Она очень хорошо готова, и вот мы сейчас с вами говорим, вот Герман задает вопрос, я отвечаю. В этот самый момент кто-то где-то строит очередную базовую станцию 3G наших контракторов. Так что мы говорим, она строится, как солдат спит, а здесь бы соответственно идёт. Поэтому каждый день она всё лучше и лучше готова к включению тумблера 3G. Ну и можно додати, что 3 березня мы планируем в повестнике открыто тестование в нашем офисе на Дегтярівське, и мы запрошиваем всех зараз, и будем ещё окремо запрошивать, возможно. Обзаведитесь карточками Киевстара, пожалуйста, чтобы вы пришли, у вас включилась 3G на офисе. Ну, кстати, я вам тоже хотел бы добавить, что на самом деле не нужно менять карточки. Мы проверили на нашей сети все карточки, все абоненты, которые у нас на сегодняшний момент в сети. Их 7 карточки, они готовы для пользования услугами 3G. То есть специально бежать в офис, так сказать, или ещё куда-то, менять карточку не нужно. Это важное очень сообщение. Значит, все бабушки, которые купили наши карточки 15 лет назад, смогут пользоваться сетью 3G, если захотят. Если вы им подарите их смартфон, то есть... Ну, мы специально приобрели это, да. Ну, фактично, мы бачим, что наразе в мереже приблизно 7 миллионов смартфонов. То есть, фактически, эти люди, они смогут в момент, когда, как сказать, тумбло будет включено... Получить больше всего приемлемости. Да, так же. Да, так же. Можете сказать, насколько Киев готов и добро жить? Ну, хорошо, как это. Нет, практически. Нет. Ну, мы это специально... Пятьсотка. Мы это специально не можем сказать, потому что, случайно, мы думаем, что каждый из нас, трех операторов, хочет быть первым. И с лучшим качеством. Не просто первым, потому что, наверное, одну станцию легко вкручить. Мы уже отключили, кстати. Речь идет об аппаратной модернизации. Что? Речь идет об аппаратной модернизации этих станций. Конечно, железо новое остается. Ну, и софт новый заливается. Которое вы покупаете за доллары, да? Конечно. За евро. Еще хуже. Хуже это все за фунт. А будет ли дороже услуги при этом? Ну, для 3G специально. Или в прошлый бы там. Да, мы сейчас вот тоже разрабатываем специальные, так сказать, предложения уже для 3G сети. А вот мы даже специально пригласили иностранных специалистов, которые имеют международный опыт. И вот сейчас, собственно, эти все предложения, они в разработке. Как только будет что-то новенькое, интересненькое, сразу вам расскажем. Ну, знову повертаючись до числа абонентів, які в нашей мереже теоретично, за старшого дня служат конскруватися кабинем интернетом 3G, мы хочем, чтобы для кожного з них цены на людинику были доступны. Мы, безусловно, соотносим, так сказать, да, возможности наших клиентов и соотечественников с теми желаниями, которые есть у инвесторов, так сказать, и у доллара. Знаете, очень трудно соединить информационные качества сети с ценами Бангалдеша. Нам надо это несоединимое как-то не понимаем. Так обоженный арбуз, если бы не отрежет в доллар, мы шли валенте. В долларах? В долларах? А в долларах? 5-7 долларов. Бюджетной страны 21 долларов. В европе в среднем на 10-30, да? Там тоже, на самом деле, артур снижается. Но там оно снижается, во-первых, не такими темпами, потому что там нет инфляции в 400%. Но вместе с тем тоже, то есть это где-то там 15-20 долларов. В европе? В европе. Да. У нас это будет на сколько клиенты смогут покупать цены в массу. Например, на Европу же, наверное, не очень правильно смотреть. Вы смотрите на такие процветающие страны, как Молдова и Беларусь, где арку в настоящее время указывают чуть больше, чем 6 долларов. Наверное, туда надо смотреть. А нас уже один. Да. Какая нам разница по Британии или Франции? Ну, что у нас с ними сравнивает? У нас арку в 6 раз меньше, чем 1 долларов. Скажите, делали прогнозы по окупаемости инвестиций в лицензии и модернизации сети? Какие сроки? Делались, но с новым курсом пока мы очень не успеем. Мы просто не знаем, на какой курс будем нажать. Ну, и с подругой мы не сможем поделиться. Какая технология? 3G с плюсом? Самая последняя, конечно, да. Оборудование нашей сети будет Эликсон и Эликсон. 3,5G, да? Самая последняя, 3,5G. Самая максимальная скорость 3G. Ты, пожалуйста, а трое похвасталось на высшей швидкостью в Эдже? Да. Ну, зараз ведь это мое значение. А что что? Ну, я кажется мое значение, что у вас Эдж самый... Ну, самое значение. Потому что в 3G это покрытие будет не на 100%. Я бы еще так сказал. Это имеет значение. Это означает, что у наших технологий руки растут из правильного места. И это очень важно. Это будет применимо и в 3G сети. Правильно? И вот по поколению 3G, вы же правильный вопрос задали. Один из наших конкурентов говорит, что он 3G еще тестировал в 2007 году в Украине. И работало круто. Но задайте мне вопрос, какой это был протокол 3G? Что он там тестировал в 2007 году? Наверное, он что-то другое будет запускать сейчас? Когда вот он должен выйти на прессе в Украине? В любом случае, в 2G тоже важна скорость. Потому что в крупных городах, в больших населениях, понятно, так сказать, будет 3G покрытие. Но вот в небольших городах, на дорогах и так далее, так сказать. Там вот скорость 2G очень отличная. И это не только у нас. В Европе то же самое. То есть даже в рамках одного города вы можете перескакивать. Там на чистке стрижи 2G, так сказать. И вот... Кстати, вот плавность этого перехода, это тоже очень важно. Это зависит от технологий. Украине Продолжение следует...